здравствуйте друзья хотел поделиться с вами некоторыми соображениями о цикличности в жизни блогеров есть разные циклы вот например есть цикл недельный когда смотришь на картинки которые ютюб в большом количестве там графики предоставляет скажем посещение или просмотр да то есть сколько времени люди проводят подписчики там и так далее то вот особенно на просмотра очень хорошо видна такая недельная цикличность вот такая кривуля так чем издалека если прищуриться напоминающие значит синусоиду такую мы понимаем что есть там суббота воскресенье есть там рабочие дни хотя надо сказать что самый спад не выходные а самый спад это четверг то есть меньше всего трафик вот у меня например да это четверг ну не знаю может быть наш американский четверг а где-нибудь там допустим в это время уже пятница в российской федерации украине откуда у нас в основном наши зрители 75 процентов это российская федерация украина поэтому может быть может быть так просто получается что как как бы четверг а там уже пятница вот а как раз выходные уже начинают набирать наоборот в общем есть такой недельный цикл и это хорошо видно есть цикл обусловленный green card лотереей так мне кажется потому что можно сказать что это может быть совпадает там с летом там или еще чем-то но во всяком случае между тем как лотерею разыграли и тем как начинается подача документов там заявок на следующую лотерею явно такой провал то есть так как кривуля в целом идет вниз вместе со своими там недельными циклами а потом начинается вот мы сейчас так из такого slow down до такого замедления мы начинаем потихонечку вот я чувствую уже там последние пару недель как-то чуть 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 пошло в рост вот и я подумал надо же вроде совсем недавно вот мой месяц только успели эту лотерею разыграть вот а там подъем был боже что творилось с 1 января буквально вот начиная с 1 января как рвануло там не на там по три тысячи подписчиков в месяц там много вот скажем за последний если от сегодня смотреть то было 1200 хотя в январе там 3 это если ничего не происходит такого потому что если там какой-нибудь интервью там не знаю там на канале у балашова там сразу как подскакивает но это так это редко бывает вот поэтому вот такая цикличность я думаю а есть какие-то менее цикличные вот например там фитнес да вот у нас юля из лос-анджелеса жизнь в голливуде значит я думаю наверно там тоже есть цикличность потому что когда лето наступает сразу и девчонки и там и мужчины все начинают думать о том как они на пляж пойдут вот так я умозрительно я не изучал никакого материала на этот счет но так мне начинает казаться что вот к лету ближе может начиная с весны народ начинает больше беспокоиться о своей фигуре а жире а там мышцах там на животе там я не знаю у кого чего есть и там вместо там не знаю ста килограмм лишнего веса чтобы уйти там на хотя бы 50 ну в общем такой план вот и да думаю это это тоже циклично потом думаю наверное бьюти блогеры да девчонки красивые и так они вот столько секретов у них для девочек для других и потом девушка же не может допустим одно время хотеть быть красивой а другое время не хотеть быть красивой наш все время хочет быть красивый вот и женщина вообще намного критичнее относится к своей внешности чем мужчина там но мужчина так ладошкой волосы потрепал вроде так гримасу сделал перед зеркалом вроде красавицы пошел а женщина не бьедливо скрупулезно там они эти себя изучают вот и тут как раз вот бьюти блогеры им на помощь я думаю на бьюти блогеры даже стабильнее в общем много много раздумий друзья значит вот на эту тему те которые политические им наверное тоже некоторая цикличность свойственно в зависимости от от степени обострений каких-то политических циклов вот хотя они конечно стараются дамы это видно по названием там по лексике и так далее вот но я думаю народ еще устает тоже от одной и той же темы там какой-то поэтому должно постоянно что-то такое происходить с другой стороны когда постоянно что происходит вообще восприимчивость теряется вот я замечал что например когда с людьми из израиля беседуешь и там мы вот отсюда мы в ужасе теракты там и смотришь на них они даже и как бы не понимают что такое вот ой так это же это же было в пяти километрах это нам отношения не имеет в общем люди привыкают и как-то так перестают замечать да как говорит мой любимый значит раввин то что происходит каждый день как бы перестает быть интересным вот если бы солнце вставало там раз в столетие то это было бы большим событием а поскольку она встает каждое утро то никто и не интересуется кто из нас пойдет встречать восход уж тем более каждый день правда неинтересно так что вот такая история в общем друзья цикличность присутствует и понимание цикличности тоже на самом деле удобно потому что ты говоришь ну да сейчас там должно быть там скажем замедление потому что если ты этого не знаешь ли вдруг у тебя замедление ты начинаешь думать может быть я что-то не так делаю может быть что-то произошло как лето лето или допустим там отыграли лотерею вот но смотрите как как быстро время летит вот что про что-то смысл 5 мая что-то май июнь июль три месяца вот уже август почти середина ну три с половиной месяца даже не прошло три с половиной внутри три месяца кстати а через месяц там допустим 10 11 там сентября уже какой будет ажиотаж по поводу предстоящие предстоящего приема заявок где будет прием значит сколько можно заявок отправить чтобы никто не отличил что это от одного человека а кто за это берет деньги а кому заплатить кому не заплатить там боже сколько сколько всего кстати вчера я когда показывал руслана молодого человека вот он в израиле там ему буквально там за 40 долларов 3 3 раза за него сыграли и и он вот выиграл green card в лотерею а я все время слышу какие-то истории что они берут себя деньги в этом играют играют а когда выиграют то не отдают green card пока она не green card от выигрыш не отдают пока там не заплачь какую-то существенную сумму и там есть определенные техники вот на форумах обсуждаются как обойти вот этих посредников как получить все-таки свой выигрыш без того чтобы платить им эту сумму там и так далее сколько всего друзья сколько всего она вы форума говорим про юс потрясают масштабностью и такая вот вечно новая тема ну что же мы мы движемся в новый подъем в наших циклах мы движемся в новый подъем мы движемся в лотерею люди которые отправили заявку в лотерею то есть сначала у них вопросы там как быть вот как отправить заявку как правильно форму заполнить а потом у них начинается повышенный интерес а если я вдруг выиграю многие искренне верят что заполнив заявку они уже практически выиграли тут буквально это массово кстати вот и они значит начинают уже заранее переживать как там и вот они смотрят наш канал и не только наш сейчас вообще потрясающее количество блогеров стало интересных содержательных светлых людей я просто в восторге потому что когда я начинал их не было никого почти вот очень мало было людей значит ты сейчас просто не знаешь не знаю как спутниковое телевидение буквально такое разнообразие так что вот они ходят смотрят эти каналы выясняют ну кому чего кто сработает кто с английским кто выясняет что можно бесплатно получить вот так что повышенный интерес а потом бабах розыгрыш разочарование уже обмакинули фактически то есть он форму заполнил а ему выигрыш не выпал получается кидало вот но еще там недельку они погудят с переживаниями и тишина вот мы сейчас посреди тишины а работать друзья вот цикличность а на работу ходишь каждый день ну кроме выходных а выходные все равно и видео делаешь и на комментарии там всякие отвечаешь вот такая машинка маленькая стоит вот фиатик такой крошечный симпатюля так ну ладно заезжаем заезжаем ставить я купил себе такой 5 несколько лет назад и тут начал блоге богом заниматься а фиатик он шумный там треска много и место почти нет для камеры и в общем поскольку записывать записывать в нем во время езды не получается то я фактически на нем почти не ездил так он у меня два года простоял и за два года наездил я две тысячи миль то есть практически ничего не наездил и вернул машину обратно она была в лиз это на время на бизнес ведь как объехал все вокруг нет отвечают в америке мест это наверное говорит о том что у нас студентов много так это наш сосед финансист привет говорим так он все обещал интервью мне дать говорит все расскажу ведь всю правду он берет у людей деньги друзья и возвращает им еще больше денег вот такой человек и наверное к рукам тоже что-то прилипает не знаю надеюсь надеюсь что он не бедствует счастливо а